Подарок от клуба. В минувшую субботу во дворце спорта «Космос» состоялся волейбольный матч в рамках чемпионата России. В Велогорье принимал и новосибирский локомотив. Игра обошлась без сенсаций. 3-0 в пользу хозяев. Ксения Голуб продолжит. Болельщики Белгородского клуба пришли поддержать любимую команду после досадного поражения в Москве. Но уже с первых минут игры стало понятно – спортсмены настроены только на победу. В стартовом составе «Белогорье» выставило основных игроков. Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусырский, Роман Данилов, Максим Жигалов, Николай Николов, Сергей Гранкин и Алексей Обмачаев сразу повели в счете. К концу первого периода преимущество белгородцев стало явным и сохранилось до конца сета – 25-23. Второй сет и вовсе можно назвать идеальным для белгородцев. Всю партию перевес составлял 10 очков в пользу львов. А вот у локомотива игра совсем разладилась. Результата не было ни на подаче, ни в блоке. После неудачной игры на скамейку был отправлен один из сильнейших игроков-гостей – Георг Грозер. Однако замены ничего не решили. Итог партии – 25-13. В третьей партии стало понятно – подопечные пламена Константинова сдаваться без боя не планируют. На площадку снова вышел Грозер. Подачи стали более точными. Однако и львы сопротивлялись отчаянно. Разрыв в счете сократился до одного очка. Итог партии – 29-27 и 3-0 в пользу Белогорья. Что касается личного зачета, лучшим снайпером в составе победителей оказался Дмитрий Мусырский. На его счету 13 набранных очков. У гостей немецкий диагональный Георг Грозер – 11 очков. Результатом доволен, потому что 3-0 все-таки. По игре еще есть у нас. Над чем работать, есть всегда. Поэтому будем тренироваться. У нас впереди тяжелый выезд. Это Еврокубки. Потом после Еврокубков без заезда домой сразу же мы едем в Ярославль. Не вышла у нас лучшая подача. Не сумели поставить под давлением достаточного противника. Наших основных игроков не получилась игра, на которую рассчитываем. Бывает такое. И поэтому результат в сторону Белгорода. Поздравляем с победой. Белгородцы по-прежнему находятся на второй строчке Суперлиги, уступая лидеру – Казанскому «Зениту». Следующий домашний матч состоится 27 января против «Газпрома Югры» из Сургута. Синяя Голубь, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.